Второй том книги «Открытым оком», вопрос номер 660. «Быть членом общины – что это даёт? И есть ли в этом какая-то польза? Зачем люди вступают в общину?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 6 стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелезает инуди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идёт перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же они идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им». «Для чего нужен двор овчий, собирать овец, преддверник? Для того, чтобы сохраниться, знать, чем питаться». Псалом 22, с 1 по 6 стих. «Господь, пастырь мой, и я ни в чём не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. «Так благость и милость твоя сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Слово «община» происходит от слова «общее», «единое», «семейное», «объединяющее». Книга «Деяния» апостольских, 2 глава, 44 стих. «Все же верующие были вместе и имели все общее». Книга «Деяния», 4 глава, 32 стих. «У множества же у веровавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». «Община, церковь – это тело, а мы – члены». Конкретно на примере этой книги, которую вы держите в руках. «Мой опыт, знания, интеллект – они что, даны мне Богом для меня одного? Как бы я их смог сделать вашим достоянием, не будь нашей общины? Может, где-то это было немного не так, но говорю о личном. Сестра Капустина Татьяна, своей любовью к моим несовершенным стихам, побудила меня, додавила издать книгу. Работая с рукописями, я все чаще останавливался на мысли издать 10 лет назад законченную симфонию на жития. «Как бы я это смог сделать, если бы Бог не послал мне близкого помощника, который может печатать, разбираться в компьютере, делая тверстку? Этот человек должен был быть при мне постоянно, день и ночь, где бы я мог найти сам в мире этого брата Нафанаила. И чтобы он также был свободен, не связан, не обременен тяжкими семейными заботами, как и я. И даже более того, он вовсе как пташка небесная, иеромонах. И вот пошли книга за книгой, на радость людям и на удивление нам самим. Без Божьей помощи этого не сделать, но кто будет об этом молиться? Конечно, те, кто близки друг другу, живут единой семьей, а это возможно только в общине. Мы заняты с утра до вечера. Заботу о нашем питании на себя взяли сестры, такие как Александра Михайловна Гончарюк, совсем недавно пришедшая в общину и принявшая крещение и другие сестры. Про Татьяну уже не говорю. Она как челнок мечется между престарелой матерью, внуком и нами. Где взять средства огромные, неподъемные и снова общая молитва? И наш ходатай Надежда Павловна Егоренко, отошедшая в иной мир, и случилось невероятное чудо. Издано уже четыре книги и готовится еще не менее пяти, по 752 страницы каждая. У меня нет машины, но стоит только сказать братьям и даже детям членов нашей общины, как Капустину Мите, то машина через несколько минут уже подана. Члены общины помогают распространять эти книги, свидетельствуют о них. Вот что такое община даже в этом одном деле.